всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine давненько не было новых серий не было новых путешествий и новых открытий ну что же надеюсь данный ролик вам обязательно понравится ведь это будет самое наверное грандиозное путешествие в отсутствие на канале новых видео в течение двух недель так как обычно спасибо всем спонсорам и донатером на канале за вашу финансовую поддержку спасибо друзья ну что же перед нами звезда глия знакомьтесь это желтый карлик а спектр вроде бы практически такой как у нашего солнца да скажу так что это абсолютно наше солнце температура 4000 926 градусов по цельсию семь планет одна планета с жизнью масса схожи абсолютно и больше скажу что вся эта прелесть находится в нашей галактике млечный путь мы на краю мы где-то на горизонте мы где-то на горизонте мы все также в поясе ориона собственно кто бы мог подумать да как я всегда говорю в своих сериях есть два таких фактора если представить что во вселенной в галактике млечный путь мы одни то это очень ужасно но если представить что мы не одни есть еще живые существа это как бы тоже такой себе ужасающий фактор в общем вот короче погнали давайте посмотрим систему из чего она собственно состоит так браузер мы идем браузер и так звезда глия 7 планет 1 2 3 4 5 6 ран а 6 планет простите одна с жизнью и так раскаленная пустынная супертерра давайте наверное посмотрим это все можно сказать орбит я думаю так орбиты я включил можно я вот так вот остановлю немножко посмотрим орбит как расположены все планеты вокруг данные звезды кстати за данный мод огромное спасибо лучше 007 стиме мастерской вы найдете множество из самых его интересных дополнений модов для space engine так давайте посмотрим первая планета вук это можно сказать самая ближайшая планета к данной звезде которая раскалена до невероятных температур 878 градусов по цельсию собственно это даже горячее чем меркурий вторая планета это тулса прохладная озерная терра жизнью на собственно она находится также непосредственно близко к своей звезде но чем примечательна эта планета тулса то что здесь есть спутник у нее луна на которой есть жизнь невероятно то есть можно сказать вот это такая небольшая среда обитания этих планет хотя если взять а планету аммониан здесь умеренно океаническая аквария здесь есть вода и есть по моему небольшие частицы кислорода если я я могу ошибиться все остальное это уже вне зоны обитания так ну как мы видим умеренно океаническая аквария диаметр 16872 километра скорее всего без каких-либо живых организмов но больше меня интересует именно вот эти вот вот эта планетарная система да можно я так выражусь смотрите невероятно сейчас я уберу орбиты как это прекрасно выглядит скорее всего вот данная планета тулса раньше когда-то на ней была жизнь или еще что-то человекоподобные организмы здесь у них была цивилизация мы видим какие-то посадочные скорее всего места площадки я не знаю что это такое межгалактические какие-то перелетные станции непонятно скорее всего да здесь была цивилизация но как мы видим что температура здесь минус 42 градуса собственно ну хотя жизнь органическая многоклеточная морская наземная есть мне почему-то казалось что здесь очень мало кислорода и как будто цивилизация потихоньку вымирает и они то есть эти организмы данная цивилизация стала основываться вот на этом спутнике спутник гин они вот терраформировали посмотрите в какой близости они находятся друг от друга я не знаю я могу конечно ошибаться но мне кажется что вообще по идее при таком сближении гравитационные силы бы просто бы начали разрывать поверхность обоих наверное вот этих планет как они могут друг с другом сотрудничать пишите короче в комментариях но это невероятно круто смотрится посмотрите но вот это вот планета планета то есть луна джин диаметр 8000 километров а сама планета тулса 12 тысяч километров в диаметре я бы сказал что здесь более такая жизнеподобная планета нежели там минус 42 и как будто пустошь одна пустыня пустыня на планете здесь есть даже растительность сто процентов я в этом уверен будем ли мы садиться на спутник я не знаю ну можно в принципе чтобы посмотреть на виды вот данной планеты там даже нету намеков на воду хотя составе есть вода нам показывают кстати а возраст данность данных систем шесть с половиной миллиардов лет ну что ж давайте попробуем присесть на спутник короче пишите в комментариях что думаете об этой планетарной системе что вообще для чего это такое ее предназначение вау невероятно посмотрите какой вид здесь полин это просто круто если бы это была бы планета земля мы бы стояли так бы сейчас на луне где-нибудь да я бы даже бы с удовольствием взял свой телескоп и с удовольствием бы смотрел бы на того человека который в тот момент бы по-любому стоял бы на той планете и смотрел на меня в свой телескоп даже можно было бы помахать ему ручкой все-таки скорее всего это какие-то посадочные станции на данной планете давайте попробуем сейчас приземлиться в точку на них посмотреть открыть вид на вот эту планету луну гин или джин скорее всего луна джин так кстати да мы еще не видели прекрасные обзоры открывающиеся на нее с этой планеты я предлагаю немножко наверное ускорить время что мы сможем с вами увидеть давайте еще скажу так что это бы было бы был бы наверное самый потрясающий вид на этой планете на луну которая столь близко находится к нам вау посмотрите это лунное затмение это это солнечное затмение да нет это лунное затмение собственно звезда где-то здесь это лунное затмение да это лунное затмение смотрите как все близко рядом находится невероятно но это факт прямо отчетливо можно было бы видеть передвижение облаков передвижения каких-то ураганов небольшое солнечное затмение небольшое собственно да так давайте теперь вернемся на вот эту планету а луну джин перелететь к объекту не туда меня отбросило куда мне нужно было я хочу взлететь с этой поверхности и улететь в космос улететь подальше и приземлиться на поверхность луны теперь мы откроем фантастические виды на планету тулса пишите свои предположения почему а вот эта планета планета тулса она как бы не очень в жизни пригодна а джин луна она полностью терраформирована для жизни в чем различия что не так с ними эта планета пустошь возможно она стала по каким-то фактом фактором я не знаю весь окружающий мир на ней стал умирать исчезать растительностью уничтожена так как мы видим что здесь принципе органическая многоклеточная морская наземная жизнь есть это ничего не значит можно знаете что можно наверное где-нибудь с горизонта посмотреть какого-нибудь это лунное затмение посмотрите а на этой планете сейчас ровно прямо таки состоялось солнечное затмение так давайте куда-нибудь на край найдем какой-нибудь отдельный маленький островок чтобы с горизонта посмотреть найти поверхность океан океана планете тоже неплохо подойдет и собственно давайте посмотрим отсюда фантастично выглядит честно я впервые наблюдаю планету так близко находящийся к своей луне так но давайте чуть подальше взлетим и посмотрим со стороны на вращение этих двух больших объектов невероятно согласись круто выглядит ну что же друзья на этом наш выпуск я закончу всем кому понравилось обязательно пальчик вверх подписка на канал всем новых открытий все ссылочки на данный мод будут в описании всем обязательно к просмотру изучению и прочему помните друзья что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие в нем до новых встреч а и Субтитры создавал DimaTorzok